привет друзья с вами ухты кухня у нас сегодня блюдо которое наш сынишка готов есть утром в обед и вечером и сколько не приготовлю всегда мало решила поделиться с вами у меня вот есть две вот таких вот хороших куриных филешки нарезаю их порционно примерно как на отбивнушки я это делаю всегда а вот так вот наискосок такие вот у меня получается красивые кусочки побольше побольше посочнее в общем кусочки выкладываю на доску накрываю пищевой пленкой и немного отбиваю можно еще вот так готова а по пока перекладываю на тарелку и займусь второй филешкой так же сама нарезаю а сейчас маринад в миску разбиваю примерно 3 яйца конечно зависит от количества мяса у меня много где-то килограмм филе поэтому три штучки будет самый раз немножко взболтаю венчиком добавляю чеснок у меня чесночная паста можно заменить двумя зубчиками чесночка сюда как запахло вкусно две столовые ложки соевого соуса это он любитель да это точно черный молотый перчик побольше достаточно и чайную ложечку специй к мясу снова все хорошо перемешиваю и сюда друзья пойдет еще один ингредиент который в отдельную мисочку для удобства выкладываю одну столовую ложку крахмала кукурузного или картофельного не важно добавляю немножко водички холодной и размешиваю в яйцах крахмал очень плохо растворяется поэтому я всегда вот так вот делаем да 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 и выливаю в маринад красота тара тата не будет теперь никаких комочков ой как вкусно ну что осталось только взять куриное филе и немножко его присолить да да я знаю что я добавляла соевый соус но поверьте две столовые ложки на такое количество это ни о чем он просто придаст такой пикантный интересный вкус мясу поэтому смело солим без фанатизма конечно но все же подсаливаем не так удобнее вот по всем кусочкам вот так вот опа я думаю сегодня сынишка уже душу отведет все поехали в соус и беру так по одному кусочку и окунаю чтобы они все обмакнулись в этот маринад все немножко окунаю красота да получилась вот такая вот ароматная чесночная пряная водичка попробуйте приготовить ну реально вкусно накрываю сверху крышкой или тарелкой и оставляю минут на 30-40 промариноваться в идеале на ночь друзья поехали по истечении времени сковородку на огонь конечно же растительное масло так чтобы покрыл одно пусть греется на гарнир подам сегодня спагетти хотя сказали гарнир им не нужен они обойдутся одним огурцом пусть себе там варится а мы займемся отбивнушками обязательно проверяю нагрелась ли сковорода видно пузырьки идут значит масло нагрелось ну и сейчас беру кусочки курочки и выкладываю сковородку все обжариваем по две-три минутки с каждой стороны как вкусно пахнет примерно через две минуты когда вижу краешки побелели можно переворачивать на другую сторонку ой класс посмотрите такие румяные и сочные кусочки получаются класс ставьте лайки друзья за такую вкусную отбивнушку ой сынишка сегодня меня расцелует поверьте отбивнушечки получаются сочные ароматные нежные мягкие ой вообще класс а я продолжаю друзья и так жарим пока все не пожарим ну что мои хорошие у нас все готово мы уже собираемся обедать спагетти сережка твоя любимая тарелка и хочу же показать какие они серединке хозяюшки сейчас разрежу одну и покажу посмотрите какое сочное мясо видно сочная сочная это вообще просто потрясающий рецепт готовится быстро а если вы мясо ставите на 12 часов промариноваться вообще будет класс вообще вкусно мы просто голодны вот так на сердечко похоже с любовью приготовлено счастье моё с любовью и какой-то конечно же томатный соус пожалуйста ставьте лайки друзья пишите в комментариях понравился ли вам рецепт делитесь своими рецептами будем готовить вместе это всегда интересно и очень познавательно ну и себе любимой конечно же всем приятного аппетита у меня такая тарелочка прям ну ладно достаточно